Лапки готовы нацепляться в любую поверхность, и сейчас мы посмотрим на них по клише А заодно обратите внимание на его острые пилицеры, пульки С этими пилицерами он вполне мог бы нас выкусить, если вы так делали, как делали на фотографии Обратите внимание на лапки паука, пульки на самом деле чем-то похожи на котиков У них такие же мягкие пульсистые лапки, которые их не 4, а 8 И на этих лапках, как в настоящих пульсах, есть мягкая пульсистая подушечка Сейчас я сделаю лапки другую, смотрите, правда похоже? Вот, а если посмотреть на эту подушечку под трон-покраску, там чуть покрупнее То мы увидим, что помимо острых когтей, которые могут выдвигаться и тягиваться по желанию паука У него еще есть куча таких мягких полосков, которые плетно приживаются с поверхности И позволяют двигать и по стеклу, и по корине, и по листьям, по чему угодно за счет сил подвижения Вот, такая настоящая, наверное, геология пушка Тело за паука, когда он стоит вот так Это касается многих пауков, в том числе и пауков, связано с их демонстрацией резимов поведения Он сейчас показывает, что он большой, страшный У него огромные лампы, огромные зубищи При этом, если смотреть на него снизу, часть тела паука вокруг его спинессера Паука обычно окрашена ярко контрастно То есть красные, светлые, тупые, издалека это увидели, помнишь, что паук шутить не настроен и готов вас обучить Если вы видите паука в этом ходе, палечки ему совать не стоят Потому что он схватит по вас своими сцепкими лампами и вкуснётко следует Вот, поэтому увидеть такого паука не трогается А кусаки ему есть чем Филинцеры у пауков достаточно длинные, острые, прочные И при этом пауки впрыскивают яд В принципе, даже, смотрите, паука комиссирует пустовика Если подсуньте его палец, он может у вас попытаться укусить Иногда даже прокусывает кожу и впрыскивает яд Для человека это не опасно, но проверять в себе в следующий раз не стоит Зок ваша кожа чуть-чуть прошла, и вдруг у вас энергия за паука Но бояться и цехотвора тоже не стоит Сами пусковые люди не охотятся и не нападают Паука сажают специально в контейнере, немножко пугают, быстро быстро снимают Пока он с ним успел свернуть свои филинцеры Зная поведение паука, зная конкретного паука и его особенности Можно попросить его заслать, принять нужную позу И быстро фотографировать Некоторые пауки, далеко не все пауки, используют паутины, чтобы строить такие интересные общие сети паутина И опять же, какой пауки находится без паутины Развешенные везде, везде, везде В пещерах, в канаве, везде герой Они пробираются к паутинам, которые пугают Сейчас, увидишь И пауки придут паутина с помощью паутины и бородавок У пауков-кругопрядов паутины и бородавки это остатки их ножек У пауки тоже пауков было много И все, что у них есть, берем их ножек Соответственно, паутины и бородавки это тоже бывшие ножки И когда мы показывали пауков-пуцеяда Могли обратить внимание, сзади наброшенные две такие длинные ножки тоже было Он придет паутины именно с этими ножками И паутина это уникальный, все природный материал, это бюрок Который обладает превращающей прочностью Но из паутины с ножков-карандаш Способны держать реактивную стремительность на взлете Но другие любые паутины, они используются более тоненько При этом на этой паутины с пауков может подвеситься Или, собственно, покровливать добычу Может построить из нее все эти Может сделать лассо Раскручивать стапельку и с собой не бросая плечо Может сделать степку, который бросается Добросать с рабочим, а закрутывать Стрягивать, чтобы она была разданка не у арка Лучше разных способов Паутина И, например, по уловке сиялых паутины тоже бывают разные Некоторые из них придут к себе Обязанный коблик То есть он встилает паутинку, вылезает туда в магазине, Добычу ест, потом говорит Сморачивание, Санта, что не уберет, носит уголоченное убежище Чтобы это не мешало себе Писся с кафелькой, просто рукой Другая мягкая паутина у него сделана для того, чтобы убить свое потомство с яйцами В третьем типе паутина он строит Лучшие нитки, которые Травулись по прохоженной территории Какими-то нитками выстилаются убежищами Обрушиваясь почва Можно даже копать с помощью нитей А самая большая паутина Принвижная на Магаскаре И размах такой паутины может достигать двух метров А вместе с растяжками Порядка пяти метров И, собственно, паучок Не очень большая, но крупная А гораздо более известный Крупный кругопряд Это паука нефила Или золотой паук Который придет к паутину Очень красивого Золотого цвета И вот Этих пауков можно назвать Клицарианами Потому что Именно они, в отличии от Больших красивых Магаскар перопозитов Именно они могут ловить птиц Могут ловить крупно бабочек Могут ловить ящиц Паутина большая, редкая И, в общем-то Способна держать Большую добычу Но, если эту паутину собрать Она же шелк Из этой шелку Клицей можно сделать Очень красивую ткань И на Магаскаре Местные жители, если бы вы это знали Прилели какие-то небольшие штуки Из нити не пилы И использовали их для того, чтобы Дарить царство семье Еще какие-то дорогие Богатые подарки В последнее время Как художники Исследователи из Британии Походили собрать Много-много Паутина шелка И сделали вот такое Четесное изъявление В чем прекрасно Оно тоже взорвется Паутина Но в производстве Такой шелк отходит Очень дорого Но с паутиней Живут вместе Пауков Надо бежать к каждому отдельному Паутина Тормить И, в общем, это сложно На такую ткань Было запресено Порядка 30-ти миллионов пауков Это большая работа Выручена, естественно, по поемкам Но Если взять последний И Последний инструмент Подаренный наукой То можно Обычного Путового шелкопряда Сфиксировать Кленами паука Те легенды Которые Путина И Путовый шелкопряд Причем Они уже есть в продаже И стоят вполне У меня его денег Если хочется Можно себе приносить Говорит Я дал бы не получил шелкоп Но Инцы бывают разные Сюмки розовик Как вам очень нравится Еще Пауков Люди, на самом деле, едят Для нас в России Будет странно Если по этим год Писать на Азию То можете видеть Такое блюдо С замечательными помешками Жареного фритюрить Чуть не хуже Картошечки и Вкусное Простящее Борис Еще Одна Группа Вроде связана С Опасными Процессами Опасными Животзмеи И Действительно Некоторые Змеи Горячие Опасные Опасные Сейчас А если вспомнить То есть Там Змей Недает И Недавитые И Нас напугает То, что они Мало заметны До последнего момента И у них Очень неподвижный С неморгающий взгляд Дело в том, что Смейцы Расставят Чищники И они Смотрят на вас Открытым Глазами Очень прозрачная Ведь И сверх прозрачная Только на линзах Поэтому Макайский Недавитые Смейцы Отношения К ним Образ Страшный Ужарный Этель Измейцы Зимами Массово эксплуатируется В аспекультуре В аспекультуре В аспекультуре И кучу фильмов снятых У змей Причем Лепет Это С огромными Биологическими ошибками Бездарными Примесовывают Бетоном Огромные Такие Такие Должны Фобры А на Афтографии Взятые Сеть Что Бетоном Иногда Рисуют Вообще Не очень Настоящие Смотрят Регулярно И Здесь Взят 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 Обстрактный Компитер И Сделают Собирательные Но Это Сам продолжает работать И работает очень неплохо При этом В связи в культуре В человеческой Возвращаются Издревле И Разные Страны Их совершенно разные отношения Потому что В арке Индийской мифологии Есть Змеи Словно Вредные Демоны С одним из таких Демонов С другой стороны Они могут Лежить И служить Пристанично Для Украины 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 Укрытый Купол Из Тысячей Головьей Могут быть Взят Для Назвращаются Мифологией Внешней Миров Змеи Мировой океан Основных Змея А Змея Мир Мифология и в то же время растворять не повторяем силённую, как и бесконечно самоподдерживающуюся. В агрегатской культуре змеи тоже есть. На этой картинке вы можете увидеть, как царь гадлик, пернатого змея, который был богом плодородия, урожая, новой жизни, потом стал каким-то преподиматом народа, водом добра. Я считал, что он ушёл за океан, и потом, когда-нибудь найдётся, прибыли в Америку и исключались от посланников десерта Армия. В нашей образительной культуре изменяют символы коварства очень частые, как будто тайного знания, и даже в детских историях она указывает путь прямо с нами, но в то же время обманывает первых людей. И на этой картиночке вы можете увидеть очень интересную змею, питающую в Иране. Вполне не очень хорошо видно, стоит у меня тюбаука. Она сочетает в себе оба образования, которые есть. Но сейчас она может там коварства побегается. А ко мне вы увидите, как у меня выгляжет на самом деле. Здесь она сидит на почке и видит эту паучка. А вот здесь, может быть, видно её чуть-чуть лучше. Если в Америке жил грибучник, у которого конец хвоста преобразовывал в ту грибушку, то у этой паучковской грибурки на конце хвоста вырастает такая имминация маленького паучка. И вот этот паучок нужен для того, чтобы приманивать добычу. В связи с камнях её практически не видно. Но пролетные птицы не знают, что этот паучок не настоящий, пытаются попытаться покормиться, и в этот момент ей хватает имест. Местные птицы знают про то, что эти паучки не настоящие, и не реагируют на эту большую приманку. И на самом деле, когда говорят, что змея без ног, это утверждение не вполне справедливо. К сожалению, он не совсем приношут на сегодня змею, но у пикотных и ударов, а без многих змеи, есть ноги. Если посмотреть на их тело-змину, то там, где заканчивается брюшка и начинается хвост, можно увидеть два маленьких когатка, хабака мононального щенка. И, собственно, эти ножки – это всё, что осталось у змей от того момента, когда их предки ещё бегали по земле на всех четырёх ногах. Причём, такие ноги у самцов более длинные, у самочек более коротенькие, и самцы используют их для своих драк буквально. Причём, эти когти достаточно острые, и они могут себе выступить в царапках противных такими ногтями. Не менее интересен и червь змей, потому что у змей есть куча разных способов, как они охотятся за глотого когтича, но одно общее – это то, что челюсти у них очень подвижны, и каждая челюсть состоит из отдельных половинок костей с острыми зубами. При этом все эти четвердинки могут двигаться независимо, натягиваясь к добычу по одному, сверху и снизу. Таким образом, раскрывая свой рот, раздвигая четвердик челюстей на мягких связках, змея может начинуться на очень крупную добычу, заглотить её и дальше перевариваться в месяц, или даже в случае тех капитонов, больше полугода. Очень удобно поел и лежал, что есть, там так всё перевариваться, и надо куда бегать, искать всего-то. Главное – полстить в хорошее, надежное место. В плотной этой картинке вращающейся можно увидеть в черепах гадюльки в движении, и видно, насколько он ажурный, подвижный, все предсочинения косточки, и видно большие острые зубы, которые сидят в отдельных костях, могут поворачиваться независимо. Это нужно для того, чтобы я в тот момент, когда она кого-то кусает, могла зубы выдвинуть, и вот здесь как раз грибушник закрывает свою пасть, а когда их не нужно, можно эти зубы было бы выбрать обратно в мягкий чехол. И вот здесь гадюлька раздевает свою огромную пасть, видно, какие у неё зубы. Гадюлька может вырастать толщиной ноги, длиной 2 метра быть, и зубы у неё порядка 5 сантиметров. Поэтому, если вы не встретитесь, кроме того, как в Африке, лучше её не трогать. Она очень ленивая, малоподвижная, но пропусывает любую улыбку просто элементарно. И это отлез самокомпасный змей по количеству яда. Яд у неё больше всего, чем у чём со стороны змей, при том, что он не очень сильный, выживший после укуса габонского гадюль и не остаётся. И именно с этим связан наш брат змей. Когда ты не знаешь, что же это змей, кусается она или нет, лучше её не трогать. Потому что ты заранее не можешь знать, ядовитая она или не ядовитая, есть ли у неё длинные зубы, или же, как у разных змея-писящих местницы, ядовитая зуба находится в глубине рта, и человек укушительный сможет при всем желании. И одно из поверьев связано с тем, что раздвоенный язык змей, который они высовывают из рта, это и есть их жалость. Так вот, это не жалость. Куча языка не дюймут. Высовывая раздвоенный язык в пространство, она собирает молекулы запаха, одолевые правила платья языка, а потом засунув его рот, специальные капсоны форты, сравнивает запах слева и справа от себя. Таким образом, она понимает, что слева и справа пахнут вкуснее, и ползти на длинную дуга. Когда она взаимодействует со змеёй, она тянет по язычок, и она всего лишь хочет вас понюхать, а никак не выжарить. А кусаются они, естественно, с помощью зубов. Но бывают змеи, которые и не кусаются. И вот здесь он, привычныйся кобра, использует свои зубы в качестве такого орудия, в дальнобойном орудии. Каналы в зубах перезмены, и с силой жима и береги железа, она выбрасывает яд из зубов вперёд, целись в обидчиках. Это скорее не способ походы, а способ пахнуть крупного животного, который может вперёд повредить, растопать с копытной или ещё что-то. При этом целится она очень хорошо и старается попасть в глаза. Яд вызывает очень приятные ощущения и может даже привести к скопоте. Но, в принципе, ей копытного этого будет достаточно, если она пахнет антилопу, а антилопа от неё убежит. Но, на самом деле, змеи бывают очень симпатичные, и если соблюдать меры предосторожности при общении с этими животными, то некоторые из них вызывают желание завести их в качестве такого бетонца. Оживший комочек муха или какая-то такая шишка драгоценности по старинке, когда они производят их. Цень достаточно ядовитая змея, но она безумно симпатичная. Бывают ярко окрашенные змеи, как среди змеи очень ядовитых, вот этот кораллого аспекта, как полные его аналоги, растраживаются точно так же, только в любом порядке. Колечек среди майсового азона. Иногда змеи переливаются, как радуга, и вот здесь радужный дав, как называется его штука, гиридирует под лучами солнца. Она такая зеленоватая, кажется, на самом деле, если бы мы увидели его в жилую, у него бы кожа переливалась, как радужная. За что он не получил свое название. И не все животные, похожие на змей, являются змеями. На этой картинке вы увидели желтопузику. Желтопузики – это безногие ящерицы. Если я смогу приточнить о желтопузике, то мы бы увидели, что тело его состоит из хвоста чуть ли не наполовину. Заканчивается тело где-то вот здесь, а вот это его длинный хвост. Ну а в случае этого желтопузика, ребята, вот тут заканчивается тело, и хвост выходит еще вот сюда. Если ты живешь как змея, ты будешь выглядеть как змея, даже если при этом сам не змея. В отличие от змеи, желтопузики, например, умеют моргать. У них есть нормальные реки, главное, реки не сросшиеся, и если поднести к нему палец, он закроет свой глаз. И еще одно хорошее отличие, которое сразу в природе можно не заметить, это наличие ушей. Ульт из ноги ящериц, есть наружный ух, который страшил у дна. На дыночку, видите, есть ухо, значит это не змея. Но язык у него так, что у змей раздвоенный, хоть он более толстый, и точно так, что он змея унюхает, высовывает в тень, и обратно в пасть. И еще одна группа животных, похожая чем-то на змеи, и если вы быстро усунули под корягу, то нет времени разбираться, змея это или не змея, это многоножки. Многоножки бывают ядовитые, опасные, как вот эта костянка, которая сидит за чем-то на руке, у того, кто ее снимал, никогда так не делаете, они могут кусить, и очень неприятно. Так. Ну и, собственно, здесь видно, чем она кусается. У нее передняя пара ног преобразована в такие большие первенечные хелицеры, которые нам подтыхают в добычу и просто витьян. Собственно, если сумка не палит, с вами она сделает то же самое, поэтому костяну руками лучше не трогать, но бояться их не стоит, сами за людьми не гоняют. Если вы ее не поймаете, не посадите себя в плотинок случайно, с вами все будет в порядке. И, опять же, костяночки бывают очень красивые. Здесь костянка с такими красивыми крылышками на конце хвоста, с перышками, очень симпатичками. К сожалению, не очень большое животное, но популярное, если вы любите или любите какую-то эндозиску, если вы в тему месту. Вот. Но здесь есть многоножки ядовитые, не хищные, потому что есть и правоядные многоножки, и в отличие от костянок, кивсуки, не ядовитые в прямом смысле такого слова. То есть, если вы будете его есть, у него есть защитные вещества в его теле, которые достаточно неприятны на вкус, а у некоторых видов даже ядовитые, некоторые из них вырабатывают скульную кислоту при истуде. Но при этом сами они питаются мертвыми растениями, грибами, всякой разлагающейся прелой древесиной, и непосредственно опасных крючат не предотвляют. Но если вы схватите руку, он попытается защититься, выпидая этот неприятно пахнущий и звучит секрет. При этом, если его не пугать, он может спокойно ходить по вам, вокруг вас и не причиняет никакого вреда. Обратите внимание, какое интересное он переставляет ноги, создавая такую бегущую волну по своему телу. Примерно так же ползает бетон и использует свои ребра на брюшке. Вот еще один вариант. Оп! Переставляет, какие порции брюшки. Вот. И с курсиками есть еще одна интересная история. На теле курсика вы можете увидеть маленьких каких-то бесплатно бегущих по нему. Это симбиотические клещи. Эти клещи живут на кивсике и чистят его шкурку от того, что там может не попасть ни подкрепки, ни подкорны, еще что-то. А кивсяк поставит их на себе и жить на кивсике двух клещей лучше всего. При этом клещ без кивсика погибает. Если он сначала попадается, кивсякам старается забежать обратно, тем можно скорее. А кивсяк, конечно, клещи тоже погибают достаточно быстро. Они живут вместе, помогая друг другу. Ужас Ужас на Сантериоса. А вот на этой картиночке ее лищинки, которые, на одной стороне являются хорошим корпором для разных террариев на животных, а, с другой стороны, похожи на тех опарышей, которые любят подсовывать нам в фильмах Ужаса, где надо вызвать такое омерзение. И разные пчинки разных животных для этого хорошо используются. Но на самом деле конкретно вот эти опарыши для нас не опасны. И более того, их даже используют для того, чтобы получать ценный белок. Это дизайнерский проект фермы 432. Такого приспособления, что вы ставите на кухне и в специальное отверстие загружаете в нем кухонные отходы. Внутри это все фермикируется, перерабатывается, там уже включен кивов, и они вылезают, огугливаются в специальный отсек. И собрав эти ключины, можно получить рецепты прилагающиеся к этой же ферме, приготовить вкусные питательные блюда. Поскольку вы выращивали все мы сами, вы знаете, на чем живем, потому что там все чисто, стерильно, и это такой своеобразный белок. Ничего не хуже, чем креветки, или какие-нибудь, я не знаю, сушеные пенечки. И вот на этой картиночке еще одно очень популярное среди киношников животное это личинки-чернофелки запопос. Запопос моря. Вот такой же человек, питающий в Междунамерике. Его личинки живут в прелой древесине и едят все, что могут найти и древесину, и какие-то остатки животных, или растения, все-все-все. И вот сейчас вам как раз поднесу контейнер с зоофобосом. Вы можете испытать себя на стойкость к древнему унису, прямо подругать его руками. Они крепкие и прочные, если их не сжимать прямо в руках, они не будут кусаться, но можно сунуть по пальцам и попробовать, какие они. Те из вас посмотрели фильм Прометей, но для обратить внимания, когда героические силы прибывают на другую планету, как раз под ногами у них ползают вот такие вот личинки. И в многих фильмах, когда открывают этот шкаф, они не избегают с наркальной личинкой используя именно вот этих двух замечательных животных. Потому что их легко разводить огромное количество, они доступны, приятные и всячески полезные. Кстати говоря, их тоже можно есть, но они жесткие. Натуральные животные с удовольствием их летят. Да и не только тиральные. Потому что в зоопарке личинок зоопомбасы используют для того, например, чтобы откормить медведя перед зимней спячкой. Животные, которые делают этих зоопомбасов, очень быстро убирают жировую массу. Они очень питательные. Поэтому если только их целиком, то не получается. Надо чем-то разнообразить своего питания. Еще одна группа хобби связана с, опять же, с глухами, нет, связана с ко всем. Три похобби. Когда наши предки жили в лесу, иногда какие-то паразиты обкладывали свои зимки на кожу и под кожу как паразит попошился. И с тех пор у нас всякие круглые предметы, торчащие без соответствия в биологических вещах, у некоторых, кто-то из людей вызывают такое прям оберзение и желание почесаться, проверить все в этих творях. На этой картинке коробочка лотоса. Самое невинное зрелище, которое не выдерживает три похоба. И среди вас, может быть, найдет, что ему захочется уже почесаться. А если посмотреть живых животных, например, это клон стоматила, у которого к спине откроется огромное количество улиц, и его таскают их с собой, пока они не вылупятся. Но, наверное, самым ужасным пугающим кошмаром внутри похоба будет появляться жаба-пипа, или лягушка-пипа, суретанская пипа, в которой головастики развиваются в специальных ящейках через спины. Сам котла вытягивается на спину, и они втягиваются в кожаные кармашки каждый свой отдельный. И головастики несколько месяцев развиваются внутри кожи матери. Им не точнее вреда, а потом рождаются наружу в виде таких маленьких смешных лягушаток. Замажные существа. К сожалению, сейчас мы их тоже можем продемонстрировать, кроме как на видео. И есть просто такие мерзенькие животные, червяки, скользкие, противные. Но на самом деле это не червяк, это рыбочки лягушки, это червяка, живущая в почве. Но просто потому, что она живет в червяке, она рыбит в червяках. Хотя есть позвоночник наш, как у нас с вами, череп, челюсти. Некоторые виды рождают животные, некоторые виды рождают животные, как у лягушки какие-нибудь. И здесь мать червяка сидит, большая червяка, сидит вместе с вами кучей маленьких летенышей. При этом она очень интересно их выкармливает. что летеныши растут быстрее, они рождаются сразу с большими острыми зубами. И в определенный момент они все дружно вцепляются в кожу матери и съедают ее. А мать в этот момент влияет, быстро сбрасывая кожу, богатую белками, жирами и углеводами, и с новой красивой шкуркой ждет, пока летеныш опять проголодается. Когда летеныши проголодаются в сну, они вцепляются в мать зубами, она меняет еще раз, и таким образом она растится в летеныши быстро-быстро большими красивыми семьями. Удобный способ, как избавиться от старой обезды и накормить детей. И, естественно, никакой рассказ о фобиях не может остаться без заговора об антибиях. На этой картинке вы видите амазонскую рогатку, такую большую, серьезную, жабу с травями, например. И говорят, лягушки стрицкие, холодные, от них бывают продавки. Так вот, это неправда. Они действительно полнокровные животные и температура их тела такая же, как у того места, в котором они сидят. Ну, естественно, если их хватать руками делать неприятнее, естественно, они будут влиять слизь. Но если их не хватать руками или если они сидят все вместе, никаких проблем с этим не будет. Единственное, что надо помнить, потому что там в виде беззащитного существа, поэтому они стараются как-то обезопасить себя от хищников и либо хорошо прячутся, либо убьют вырабатывать яды. А чаще всего и то и другое. И если вам придет с головы у детей обрезать жабу, не делайте так. Именно по этой причине детям не дают рогать жабу, чтобы они их лишний раз не тащили в рот и обрезывают. Потому что, хоть наша жаба не слишком ядовитая, но приятно уже при ней выйдет. А в тропиках это действительно может быть опасно. И сейчас мы с вами посмотрим на пятнистую фаршу, которая обитает в Южномерии. Смотрите, в ее большие черные глаза и посмотрите, по неменую рыбочку. Это сарма. На самом деле, сейчас она сеет с парком. Если бы она сильно боялась, она бы выделила уже у меня были бы очень лепкие руки. Но по-английски она называется перечной жабой и, собственно, ее яд имеет вкус примерно как у перцового баллончика. название это перечная квакша перечная квакша. Если у вас нет не с тем, что она похожа на перец, а с тем, что если вы ее вдруг укусите, то перец будет как у перцового баллончика. Но если ее не кусать, она абсолютно безопасна. Главное, не пугайте ее, потому что она может выпрыгать от вас далеко-далеко, и нам придется ее ловить. Но под ним указано петлистый квакш. В мире есть очень много разных других живых существ, похожих или не похожих на них. И вот на этой картинке классическая серая жаба. Обратите внимание, серая жаба покрыта не бородавками. Эти буларки на самом деле ягдовитые железы. А вот эти большие мешки за глазами, самые крупные ягдовитые желез, называются они паратиты. И именно в этих железах содержится язг. И если птичных жабы хватает, то из всех желез начинает появляться язг, прямо ему пасть. Не то, что жаба защищается от того, чтобы птичники ее не поймали, не съели, не укусили. Замаки, в нашей средней полосе, которые выезжают первый раз на природу, обычно находят жабу, первую в своей жизни хватают, выпусают, дальше спекают пол-для, с пасточной мордой, спекают за рта. И больше жабу в этом году не трогают. Некоторые не трогают всю жизнь. Потому что, когда на новый жаб есть невкусно, не делается так. И сейчас нам покажут еще одну чудесную жабу. Вот какой я покажу. В этой коробочке сейчас вам покажут зеленую жабу самому обычному обитателю наших садов и огородов, который защищает бабушкину клубнику от слизней. Можно увидеть и вот эти вот для этой железы паротиды, посмотреть на ее кожу в бугарках. Естественно, вы понимаете, что паранавки жабы не вызывают. Потому что паранавки вызываются вирусами, разными генетическими наследственными заболеваниями, кучи других причин, но никак не ядом, в котором жабы запрашивают себя от паразитов, от грибков, от бактерий и, естественно, от хищников. Вот. Интересное животное, которое не очень любит в концерте с людьми, оно в качестве по корягам, по шиперам, может жить по дому и выходит ночью с людьми, чтобы поохоть на пикер животных, которые бегают у вас в огороде. на высших шиперам, на жуков и на всякую прочую мягушку, которую она может съесть. Еще одна интересная особенность жаб, но это касается только жаб. Жабы специалисты по мелкой добыче, поэтому они не нуждаются в удержании добычи с помощью зубов. И у современных жаб полностью от зубы варшившие зубы. Поэтому жабы у вас запустить не может ничем. Если вдруг сомневаетесь, что вы правильно запомнили, запомнить очень легко. У жабов нет зуб, у жабов нет зубов, у жабей нет зубей. Жабы не кусаются. А вот лягушки могут, но у наших лягушек зубы очень небольшие, и формально она вас пожевала зубами, вы даже почутили, что там есть такой похожий на зубки бугорки. Но наши аммии, опять же, всегда причинники могут. Другое дело, если вы поедете в Южний Африк, поймаете большого фританского водоноса, если бывает килограмма, или куда-нибудь в Южную Америку встретите маленький пикаритный древолаз. Но в тропинках вообще со всей фауной флоры надо обращаться очень осторожно. Лучше спросить местных жителей, можно ли трогать это животное. И только после этого, после разрешения уже высказываем свои руки. Вот на этой картинке, кстати говоря, вы можете увидеть огненную саламандру, которая заранее предупреждает нас своей черно-желтой окраской. Такое сочетание цветов вроде обозначает я ей даю и не трогай меня. И древние греки римляне верили, что если бросить саламандру в огонь, то она своим рядам убьет даже огонь, не отравит его, заморозит и огонь погаснет. Вот. Если саламандра касается ладкащей стола, считали они, то хлеб, который месили на этом столе, тоже будет отравлен. Летной буткой может отравить целый город. В средние века, наоборот, считалось, что саламандра живет в огне, а тоже пытается огня состоит. На самом деле, конечно, неправда. Это обычная накровная обидость, важная нежная кожа, и чувствительная, поэтому хватать ее руками обычно раз не стоит. И если вы хотите саламандрами сделать ей неприятно, то лучше перед этим намочиться руками. Тогда она не будет на вас реагировать раздраженно, и не будет потерять смесь и яд. А будет просто сидеть спокойно на ладошке. Кстати говоря, в культуре жабы встречаются тоже везде практически. И интересная легенда связана с вот такой лягушкой, приносящей богатство и удачу в дом. Это лягушка называется жаба из Восточной Азии, из адиатской и на подобных. Те же китайцы считают жабу своему богатству и процветанию. Почему? Связаны с способом размножения амфики. Амфики, когда размножаются, откладывают очень много икры. И у них получается огромное количество головатик, огромное количество маленьких сигалеток жабят, которые потом пытаются приземовать или рости большой жабы. И дело в том, что в Восточной Азии в качестве основной зерновой культуры используются лисы. У нас с вами, в европейской части России используется леборожная общая лица, которую сажает второй мужик взял пух и распахал поле, засеял зерно и все выросло. В Восточной Азии сажают рис руками. Каждый отдельный росточек риса надо писать руками в воду. И чем больше людей участвуют в посадке риса, тем больше будет урожай. Тем богаче будет собранное урожай в Соколе, и тем богаче будет семья, которая посадила. Поэтому много детей это много рабочих трудов, это много риса, это богатство. Соответственно, китайцы верили, что жаба в рассветах многопотомков это богатая жаба, зажиточная. А если дружишь с богатым существом, то его удача распределяется и тебе тоже. Если задобрить жабу ритуальной монеткой, то ее удача перейдет и в твою семью тоже. Кстати, настоящие китайцы, если обратите внимание на настоящие жабы, переравняться, посмотрите, увидите, что у них три ноги. Для того, чтобы жаба со своей удачей далеко от вас не уходила. И осталась небольшая порция всяких скилийских и других противных животных, которых не очень хочется брать в руки, например, слезняки. Слезняки это те же улитки, только с очень уменьшенным панцирем. У них он либо отсутствует полость, либо есть маленькая раковина, которые спрятаны вот здесь под кожей. И слизь нужна для того, чтобы смачивать свой путь и, ну, обезопасить свое тело от сопровождения с субтратом. Они выстилают все здорово своей слизью. Естественно, если мы берем их руки, они нас тоже покрывают своей слизью. И нам это не очень приятно, связано с тем, что слизь у нас обычно ассоциируется либо с гневым мясом, либо с болезнью разложением, и мы автоматически проецируем свои чувства на улитах. Но, конечно же, это не так. Они просто пытаются толстить, чтобы было хорошо. И некоторые из малюстов используются в качестве таких интересных домашних животных. Это, конечно, крупная Ахатина популярная. Тамашка питомца, которая может порастать через 1,5 кг. И, в общем-то, живут они много лет. Есть выставки Ахатина, где люди меряют сухому улитку большему, более красивый панцирь с более интересным усором или какой-нибудь формой. При этом забавно, что Ахатина происходит из Африки, и в некоторых штатах Северной Америки они пришли заманодательным для содержания домов по питомцу. Дело в том, что Ахатина тоже, как и жаба, откладывает огромное количество икры, феиц. Из этих феиц, вот здесь вкладка Ахатина еще не полная к тому же, влупляется огромное количество маленьких улиточек, которые с самого рождения самодостаточны, расползаются в разные стороны и начинают есть все растения вокруг. И в южных штатах США они, по мне, могут прижиться к природе, поэтому, чтобы не создать экологическую систему, они запрещены на уровне закона. Животное, которое может прижиться и усиливать в природе. У нас, в России, часть реки не приживается, поэтому можно таким держать более смело. И еще одна интересная штука, связанная с моллюсками, это то, что это самые зубастые животные, если можно так их назвать. Но зубы не предположены не там, где у нас с вами, а на языке. это ранула моллюста. Это ранула моллюста, язык, и такая тёпкая зубов, которая позволяет им скребать самые-самые разные вещи. Разные моллюсты находятся разными типами формов, кто-то ест растения, кто-то скребает пермиссивов, банк, все что угодно. Есть моллюсты, которые свои ранулы сверли от отверстия, в эстрадии живут там, и еще не прежат. И самое интересное, что вот эти зубы, из которых зубы моллюстов, это самые прочные из известных биологических материалов в природе. Прочность такого зуба наивного, у него морского глиночка может достигать шести с половиной гигапаскалей. При том, что нашей кости прочность нужна около половины гигапаскалей. Знаете, во сколько раз они сильные? Вот такие существа живут в горе на уровне грибоя. Это ракушка на спине, и под ним сидят маленькие моллюски. И обратите внимание, они сидят в таких луночках. В этих луночках каждый моллюстик свои луночки. У него есть лучшее место на камне, которое он нашел, и он каждый раз возвращается в это место. Когда наступает прилив, прилив открепляется от своего насиженного места, ползает по камня, скрепают растения, которые там вырастают водоросли, и кормятся. Для этого нужны гиперские зубы, чтобы не стащить их сразу у него гранитный штраф. Но когда наступает отлив, блюдчику скорее бежит к себе на место в свой родимый дом и садится там. И за многие дни, недели и месяца, пока он тоже годы, оно краешком своей ракуи протирает такое место посадочные камни. В чем это место разрастается? Вместе с тем подвостоке линьска. А, вот как раз его зубы. Самый прочный материал в мире. Он достигает прочности из различных кресталов, построенных из разных веществ. Самый прочный сейчас из географических веществ порядка 300 гигапаскалей. У нас 6,5 это все-таки более чем в 12 раз прочнейших наши кости. В некоторых моллюсков зубы в радуле бывают очень странные сложные формы. И на картинке слева вы видите моллюска, относящаяся в группе комусов. Моллюски-конусы. И он выслал свой опыт, как он улюхивает что же есть вокруг него. Видят они не то, что он очень хорошо, но видят. Он начинает реактиваться по запаху. Если он улюхал какую-нибудь вкусную вещь, охотится на рыбу, то в его языке есть такая вот островая игла. Эта игла измерена на зубом радуле. Причем ян ухода очень сильный и опасен для человека. Поедете на южные моря и унимаете такую литочку, и отдыхаете мне пальцем, она мне защищает выстрелит вас на гурухуном. Но это тем, как вы понимаете, будет очень непросто, а яд вызывает стоять в течение буквально островей. И вот здесь конуса им показали рыбку и убрали ее. Они вывернули свои огромные клотки, которые они трудно едешься с тащить. Но поскольку рыбки нет, их больницы с фотографией спросили за открытым ртом. Так что малейские бывают тоже очень по-своему забавные и любопытные. Еще одна группа животных, которых мы не любим, не любят по-другому, но не так, как всяких скелинских противных и непонятных. Это животные, которые живут рядом с нами и причиняют нам некоторые неудобства или неудовольствия. И самое простое, как можно вспомнить, это разные нервососущие насекомые. Мимо них пробежим очень быстро, потому что мы все знают комаров, все с ними сталкивались, они совсем нашу боль, неприятные, относятся к болеванию, с ними все понятно и ваши отношения к ним никогда не поменяются. Они безумно интересные, бывают полезные как элементы экологической системы, очень важные, очень ценные. Без них у нас бы тундра вообще бы не существовала в принципе как эта система. Но они заставляют нам неудобства. Мы их не любим, мы имеем на это полное право. Хотя в природе они очень нужны. Вторая группа животных, которые тоже мерзкие, противные, разносят заболевания, портят наши продукты или вообще, как ему быть, это тараканы. И вот сейчас нам продемонстрируют несколько тараканов. Причем, эти хитрые тараканы используют два разных механизма, как нас можно обмануть. Крупный на ладошке цикит это мадагаскарский таракан, который умеет шипеть. И при этом как змея он умеет шипеть. Здесь очень жутно, поэтому вряд ли вы это услышите, но может быть, вам не уйдет. А в коробочке рядом, помимо мадагаскарских тараканов, есть еще модернские тараканы. И они более крупные, крылатые, интересные животные и имеют очень характерный сильный запах запах мадеры. Но если вы пытаетесь такого таракана съесть, он будет пахнуть настолько сильным, что вы даже не сможете поднести его к арту. И вот с ней пообщаться. На самом деле, тараканы не все такие рыжие противные, как мы привыкли. Тараканы бывают потрясающими в своей высоте тараканы. Есть отдельный пласт любителей, сериумистов, которые держат дома самые разные коллекции животных. Именно тараканы. Белый таракан из Новой Зеландии, потрясающе окрашенный. Банановый таракан не очень крупный, но красивого, зеленого цвета. И они летают. Самцы у них летают как бабушки, в сторону света, грузятся вокруг лампочки. Но для снижения дома они подходят не очень хорошо, потому что разбежавшиеся тараканы высыхают в течение буквально пары часов в квартире нашей. И на высокой гласности они такие очень нежные. Вот. Такой замечательный таракан родом из Нижней Африки, живет там на столовой горе. Вот. Еще одни животные, которых мы тоже не любим, и которых вы можете посмотреть в зоопарке, это крысы. Но на самом деле у них такое двоякое отношение, потому что в классических серых побочных крыс не любит никто, не любит их даже в зоопарке. Но люди туда и приручили свои страхи, шокируют, запасируют публику, бежали крысы, и со временем крысы превратились в каких-то страшных побочных жителей сносящих заразу, голову, пустом в мягких, пушистых домашних питомцах, свиньих, сердечных, загробных сезобольствах. Думают разные породы, пушистых, плюшевых, махматых, синеньких, с отличными ушами, розетничных крыс. Но надо помнить, что начались на усталке совсем другой ситуации. Издревле крысы, обитающие в Евразии, были переносчиками чумы, и целые города, целые народы могли умирать из-за чумой, которую относились к лофи, которые катались над крысами. Чума называется бопылья, которая живет в краю в Евразии. Хозяина, переносчик идет к лофи. И крысы, животные, которые живут в других местах, живут с первыми странами. С тех пор мы их не любим, относимся к ним с неким подозрением и угрызением. Хотя, в разных культурах эти архитекты бывают разные. И те же индейцы удивляют нас, например, тем, что у них есть целые храмы, где крыс считается священным животным, ее почитают, ее подкармливают, ей поклоняются. Ухлайпе картинки из храма крыс, блюдо ритуального молока поднесено крысом, чтобы они ее могли убить. И несколько кадров из этого храма крыс ой, ну, ну, сейчас может быть. Они приносят гирлянды из цветов, им подносим кокосов, кокосов, ухареют, им дают шарики из разных клумб, что атомные. Это, ну, кашку он кормит. Это животные, которые там любят, ухареют. Хотя, на самом деле, конечно, выглядит, на наш европейский взгляд, это факт странно. Княнечка есть лебошки, и, окроме, очень черт, лебошки-форных крыс. Еще одни животные, к которым мы тоже относимся с подозрителями, связаны не с их внешним видом, не с тем, что они чем-то глядят, а просто с разными малообосновными суевериями. У нас считалось, что кошки такие демонические животные, связанные с дьяволом, с углами, и сейчас мы, видя кошку переконящую дорогу, остальное черное, начинают либо обходить какую-то кошку, либо прыгать через левое плечо, хотя, на самом деле, просто хищник маленький, симпатичный, который живет рядом с нами. Но отношения к кошкам в разных странах бывают разными. Если у нас стоит такое мистическое, то в Австралии к кошкам относятся совсем к другому. Кстати, знаете ли вы, что на карте Австралии есть настоящая кошачья голова? И собачья. Смотрите внимательно. Вот. Кошка зажмурила глаза и выплюет там очень в шерсти в виде Тасмании. А с левой стороны собачья мордочка. Вот они, глаз к собаке, нос и рот. И вот он нос кошки, глаз кошки усы, и рот его открытый. И сверху ушки. Новое фото. Вот. И если к собакам в Австралии относятся достаточно, ну, примерно так же, как у нас, то к кошкам в Австралии относятся совершенно по-другому. Это животное чувство одной местной системы. И детей с детства в школе привлечают к тому, что кошка – это страшное, ужасное животное, которое пожирает все вокруг. И это, скорее, такой опасный предъявитель, чем животное, с которым ты живешь вместе. Это не маньон. В Австралии кошек очень мало. И если вы хотите ехать в Австралию и привезти туда свою кошку, то ей придется пройти полугодовалый карантин, чтобы она не дали выход из золотого бешенства. И второе – все кошки, которые приезжают в Австралию, их на место стерилизуют для того, чтобы это не таки и громожение. Но, на самом деле, кошек в Австралии живут достаточно давно, и сейчас это серьезный пич, потому что кошки стреляют местную фауну, пытаются с ним бороться, но плодятся очень хорошо. Кошка – это хороший, сильный эффективный хищник, который способен выживать в самых разных условиях. Еще одно легендарное животное, в котором тоже связаны тучи таких суеверий и непонятных отношений – это ворон. И ворон, опять же, в фильмах ужасов, и в разных легендах, и обычно он связан со смертью. Дело в том, что ворон – крупная птица, с крупным голосом, очень умный, на уровне очень крупного ребенка, но, при этом, гораздо более разрушительный. Он может собираться в большим старе, особенно если лично покормиться, а в нашем недалеком прошлом обычно можно было либо в местах, где кто-то почему-то уже либо в каких-то болезнях, либо в поле брани, где нужна куча убитых людей, и ворон, и падающихся в районах. И здесь на отношениях не было такое, там, птицик, который ты видишь, когда кто-то где-то мертвый, и птица связана со смертью. Но дали бы и во всех странах такое отношение. Например, в Великобритании вороны живут в Тауэре, в Низдревле, и не считается, что до тех пор, пока в Тауэре живут вороны, королевское семьянение королевский род не прерывется, мне будет показать проект Британии, и Британия будет оставаться на той же там была. Поэтому у них даже есть специальная должность Ревенмастера, хранитель воронов, который из Тауэр, из Низдаворон, комбиссирует в тормитах. У всех воронов есть имена, есть родословная музыка. На время тысячи воронов закрывали специальные клетки, чтобы они активны эффективность, чтобы не потерять. Вот такой серьезный элемент британских рук. В древней скандинавской мифологии вороны были спутниками Кодины, Верховного Бога скандинавского помеона. Они представляли собой его мысль и, как сказать, мысль и разум. Выпуская воронов, он узнавался, что весь воронов не было, собирался в ветернии и возвращались, подносили ему все обратно. Но поскольку полет мысленно Верховного Бога стоит нельзя, вороны его тоже летали везде, где хотели. Есть куча фильмов, где вороны фигурируют как символы смерти главные персонажи и просто, где они в качестве декорации пугают людей. Ну и, естественно, в фильмах пугают людей не только воронов, а еще и Собор. Очень часто, когда показывают, как в сцене ночь, и антилега в поле раздается такой А на самом деле этот звук это запись крита обыкновенной неядности, которая живет в нашем лесу и в степях над телегой летать точно не будет. Но поскольку он звучит очень хорошо, очень сфотографично, использует его. И сова тоже пугала людей из Грибы, потому что это такое легендарное животное, очень характерное. У нее большие круглые глаза, у нее своего рода человеческое лицо. Она попитает в ночи абсолютно бесшумно и потом громко кричит, имитируя человеческий страшный смех. И даже не человеческий. Но в разных культурах, в той же самой Древней Греции, например, сова считалась татэльной птицей, богиней Афины, символом мудрости, символом знания. Кстати говоря, сова, которая здесь прижимает, это новый случай. Как себе это в плане разума птица? Очень хитрая, очень такая своеобразная, никак не символ мудрости. Но Древним Греям она нравилась. И совы активны по ночам, с сильными когтями, большими глазами, кругами людей в разных культурах. Но, по-своему, они очень интересны. Сова в себе просто поворачивает голову. Причем поворачивается на 270 градусов вокруг себя и на 270 градусов вверх и вниз. Вот на этой картиночке у нас сыпуха, путемопримитивная сова, она мастер-классивно обращает голову. Но не очень подвижное шею. Ее вот или чешут, а она разглядывает кого-то, кто ее снимает. Такая способность поворачивать голову позволяет ей разглядывать табычу с разных сторон. А на этой картинке белолицая совка из нормального станет трансформируется в два путемоположных. Здесь она прячется от очень крупного хищника, делая, что она привет не стучу. А здесь она распушивается как можно больше, показывает, что она большая, огромная, страшная сова. Она вообще не связывается, она сейчас как укусит, как укусит, но очень страшно. Но если пугает у вас белолицая совка, это не так страшно. А если на вас распушился филер, который весит 3 килограмма и в размахе крыльев он будет... Это смотрится уже гораздо более внушительно. И филер способен напасть на человека, защищая свое гнездо. Как раз здесь вот он защищает свое потомство и стал такой большой, страшный, упугающий. Круг выкладывает клюв, порачивается ей вверхо оранжевые глаза. Замечательный звук. Одна из особенностей совы связана с тем, что совы могут охотиться в практически полной темноте, или даже в полной темноте, используя свой слух. И для того, чтобы лучше слышать, у них очень мутипично расположен уши. На этом черепе вы можете увидеть клюв, ноздри. И одно ухо находится чуть повыше, а второе ухо находится чуть пониже. Это сделано для того, чтобы лучше слышать направление до звука. То есть мало ли слышу большие, они несимметрично вознесены относительно ее центр головы. И таким образом звук в оба уха доходит с разными приметными задержками. Используя эти приметные задержки, она высчитает расстояние до источника звука. Причем какая-нибудь бронатный неясок может с 50 метров поймать мышь, которая копошется под снегом. Просто на слух. На этой картиночке сейчас будет крутивка черепс и бухи. И вы можете увидеть, как у нее одну входит и вверх, а вторую ухо включено вниз. Здесь довольно лучше было видно, и я щупал. И перед этой картинкой я сделал такой ухо сверху, второе снизу. Какой-то замечательный авокадо. А вот здесь, взглянув в голову Сыча, живущего в Северной Америке, трогище нашего воробинного Сычика, мы можем увидеть его глаз. Можете посмотреть вы по своим соседям, попробуйте увидеть глаз, у вас не получится. А у Сыча вполне можно. И вот он. Видите радужку? Желтая радужка, которая видна прямо через ухо. При этом Сычу не выставляет никакого серьезного невиновства. Просто приоткрыли его огромное ухо и заглянули внутрь. И еще одно животное, которое пугает нас в ночи, связанное с ним огромное количество легендов, страхов и ужасов. Это летучие мыши. Причем летучие мыши – это большая и интересная группа разнородных животных. Некоторые из них абсолютно безопитные. Питаются циточным нентаром, мягкими фруктами. Тут из них ловят босикомов. Но некоторые – это те самые демонические порождения ночи. Мыши-вампиры. И сейчас… Эй! Да, большая картинка, чтобы подтормаживать немножко. Можно увидеть, как одна из крупных предыдущих мышей охотится на рыбу в ночи. Она использует свою острые когти, чтобы на виду выходить рыбу, которая сидит в воде. Тяните ее мастерство. Оп! И поймала. Мыши-выше едят самые разные вещи. И рыбу, и насекомы, и прудки, и похваток в области. Люди, мне кажется, не ближе к нее. Вот. Но… Вот здесь как раз устоятый таланчик. Обратите внимание на прыжки мыши. На прыжки мыши несет ребенок, который сам не умеет летать. И мама вместе своим ребенком полетела, чтобы найти немножко пропитания. Такое удивительное мастерство полета. Подлетели к колючему кантусу, пиво-цеточку, фрукты у нас здесь. И спросить одну кусочек вины. Но вампиры, которые нас пугают, питаются не фруктами и не рыбой. Они настоящие микро-хищники или паразиты. С помощью своих острых зубов они подрезают кожу крупных животных. Есть виды, которые питаются кровью не питающими. Есть виды, которые питаются кровью птиц. В частности, мне очень понравились в районе Южной Америки курицы. И выделяют основной специальные ферменты, мешающие крови сворачиваться. Таким образом, кровь продолжает течь некоторое время, а вампир на нее пьет слизывая. Вот как на этой картиночке. Он кусил осла за ногу и слизывает кровь, которая сочится тапиками. Причем у вампиров очень сложная социальная структура. В них вампиры живут большими колониями, где узнают друг друга и помнят, кто кого кормил. Иногда бывает, что ночь выдалась неудачной и не удалось найти для того, у кого можно по социальной ноге принять домой с пустым животным голодным. Когда он может попросить твоих более удачных собратьев, соседей покормить тебя. И если ты в свое время кормил их раньше, они тебе ни за что не откроют, попробуют тебе поесть. Но если ты всегда тебе было жалко, когда у вас какой-то не делился с ними, не проявлял большинство поведения, они тоже пожалеют для тебя капельку крови и есть шансы умереть от голода. Причем такая ситуация у них есть не с самцами и самками. Самки более социальные. Самцам оказывают меньше доверия и им проживать гораздо важнее. Вот, здесь можно увидеть череп вампира и две есть такие острые лица, преобразованные в настоящие такие лица, которые можно залезать кожу. А на этой картинке можно увидеть кончики его крыла и его большой палец. Поскольку вампиры летают не очень много, не очень маневренно, зато хорошо бегают, так и тихо, тихо подкраска кобычи, и палец на крюле обратно отвернился и сделал движение состава на ноги, позволяющей им прыгать. И еще можно увидеть зрелию очень хорошо. Гораздо выше, чем многие пыши-мыши, которые так делают. Пытаются делать. И еще одна интересная способность пыши-мышей – это способность к эф-мавотации. Они могут летать в полной темноте, в пещерах или абсолютно ночью. Используя звуки, которые они сами издают. Выши посылывают в битросрухе, и звук отражает этот метод, издаёт рисунок F, который улавливается огромными душами. Именно поэтому такая странная морда с выростами, с ушами, каким-то подковами носу, еще чем-то, чтобы соберевать определенный сигнал мыши. При этом мыши хорошо слышат, когда сигнал отражается от непогрешного объекта, от которого она двигается, когда объектом не удаляется или когда объект к ней приближается. Но на всякий хитрый представление найдется другой фитрец. И некоторые бабочки научились слышать звук от ключей мыши, быстро складывать крылышки и падать вниз, и ключа мыши не могла похвозить. А лекторы пищат сами так, как будто они удаляются от ключа мыши в другую сторону. Но у нас даже с этими фитрецами муж сам находит, чтобы поесть, и здесь как раз она выхватывает паучка, висящего на паучинке. Естественно, наша массовая культура не оборстает паучных мышей, причем есть как отрицательные герои-дрампулы, которые, как вампиры, вспоминающиеся от ключевых мышей, не любят ни много света и сосед кровью убивают людей, так и ключи мыши, которые, наоборот, несут добро в том виде, которому они все представляют батькам, которые спасают город от разных нехороших людей. Но бывают очень милые, забавные ключи мыши. Вот эти вот замечательные местоносчики обитают в Коста-Рике, и такие белые пушистки с смешными пирочками в нем прячутся под бамбуклыми листьями, которые они тут вырезают чуть-чуть. Вот здесь видно, как они вкусили, что бамбуклый лист сложился, продавал для них шалаш. Мы смотрим на них снизу из-под бананов. И, перед себя денег под таким бамбуклым шалашом, ночью они вылепают и кормят, сыграя фрукты и мальчиков. И еще одна группа животных, с которой мы с вами мало сталкиваемся, но при этом другие народы с ними сталкивались очень плотно, и они вызывали у людей очень неоднозначные чувства. Лемуры обитают практически чуть на Мадагаскаре, и местное население считают их двухмем умершим. Более того, индрии, так как это называется один из самых крупных лемуров, когда белые люди наконец-то добрались из дома Мадагаскаря и получили от места для решения традиционные полисы, изучать их культуру или джунгли, первый исследователь приходил в полису, не зная высоко местов, и они показали им индрия на вот это животное. Он так и списал. Вот это животное в большом масштабе склозном называется индрия. На самом деле ему сказали, смотри туда. И теперь чипогой, вот этот чипогольный фигур, называется индрия. Это настоящий индрия. Про них есть легенда, что однажды маленький мальчик потерялся в лесу, и ждали день, ждали два, ждали три, никак не могли его найти. Сознается, его отец не выдержал и тоже ушел в лес. Его ждали день, ждали два, ждали три, и он тоже не вернулся. Потом Суприн пошел искать в лес и увидел вот такое существо, которое держало рядом с ним, второе поменьше. И они называют по работе маленький папа. Вот такие замечательные создания. Индрия живут в лесу, и если вы видите его днем, то днем он вполне береген. Встретив свою ночь, можно испугаться. Большие глаза отражают свет, большое животное прыгать в дерево на дерево может создавать резкие звуки. Может быть страшно. Но пугают в начинке не достали не только лемуры, но еще и, например, мистоквозные пикоды, которые тоже считаются бургом в леса и тюрестом скрываются. На этой картинке вы могли бы попробовать найти мистоквозную пикоду. Видите? А вот на этой. Здесь их два. А теперь, чтобы проверить, что ли вы увидели, я их просто подраскрашу. Один и второй. Это мистоквоз трениковного уроплятуса. Заметьте, это не так просто. Если вы идете в полис и протягиваете рукоспуциацию за веточку, на этой веточке вполне может показаться такой уроплятус. И если вдруг он начинает шевелиться, убегать от вас или, хуже того, разевая свою чудесную пасть, ай, сейчас он раз, и побежит. Нет? Оп! Веточка нажила, и ушла. Естественно, можно испугаться, а в спутнице куда-нибудь упасть. И, в принципе, крупные уроплятусы могут быть около 30-ти сантиметров длиной и, по-моему, неплохо казаться. Вот. Ну, а разинов, кто купается, шевел, выключи породные глаза. Ну, какая-то хуже большого любила. Вот. Ну, по-своему, они очень любые существа. Хотя и очень подходят для содержания дома, в силу своих древних террариумов. Вот. Такая вот милота. Прибывают свои глазки, чтобы чистить снег и погоду аналитнуть. Вот. И, на самом деле, мы с вами каких-то животных боимся, кто-то действительно стоит бояться. Каких-то мы боимся, потому что мы не понимаем, как к ним относиться. Каких-то животных мы боимся совершенно эрационально. Но, если присмотреться немножко в тёрном лесу, то иногда окажется, что то, что побывает нас, на самом деле, совсем не страшное. А, в общем-то, очень даже миленькое. Главное знать, куда смотреть и относиться к всему не предвзято. На этом мой рассказ закончен. Спасибо за внимание. Приходите к нам в Московский зоопарк, и там вы сможете видеть много из того, что я показываю здесь. Ну, а то, что вы не сможете видеть в Московском зоопарке, вы сможете видеть в природе, поехать в какой-то расповедник, посмотреть на них своими глазами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.